Всем огромный привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой новый влог. Включилась, чтобы с вами поздоровиться. Сейчас буквально через минут 40 мы уедем с доченькой. Она пока спит. Видите, вон я за ней слежу. Но она скоро уже должна проснуться, потому что мы с 11 августа начали проходить комиссию. Мне, по-моему, 10 числа позвонила наша медсестра из поликлиники и сказала, что нужно вам пройти комиссию. Там в поликлинику запускают по 3 человека. То есть в определенное время нужно прийти. Конечно же в маске, там в перчатках. В общем, это отдельная история. Вот с 11 числа сегодня 13. Я с Кристиночкой ношусь и прохожу эту комиссию. Значит, сегодня поедем. Нам назначено к часу. Пройти нужно хирурга. Невролога прошли, окулиста прошли, лора прошли, кровь, мочу, ЭКГ сдали. Это, в общем, отдельная история. Вот как с маленькими детьми это все проходишь. Это вообще... В общем, сегодня нужно хирурга пройти. Нам еще сделали манту Кристиночки. И в пятницу надо будет опять поехать туда, чтобы проверили манту, реакцию на манту. Еще я так удивилась. Помните, в нашем детстве, и даже вот когда моему старшему сыну делали манту, говорили, что манту нельзя мочить. Ну, вот как бы категорически, да, нельзя расчесывать. А в этот раз мне наша педиатр сказала, что манту можно мочить, но, по-моему, нельзя расчесывать. Вот так вот она сказала. Я прям удивилась. Сегодня у меня в планах накрутить голубцы. Я тут насмотрелась Анечку, Аннабель. Привет, Анечка, если ты меня смотришь. Она очень любит голубцы. Я тоже очень люблю голубцы. Люблю голубцы больше, чем перцы фаршированные. Поэтому сегодня буду готовить именно голубцы. Не знаю, может быть, вам покажу, как я их готовлю. А вообще, у меня, по-моему, на канале есть отдельное видео. А у меня уже ребенок вон там швыркается. Уже буду будить крестюшку. Оденемся с ней, быстренько съездим. И еще мне нужно заказик Фаберлик забрать. Может быть, на обратном пути я заеду и заказик заберу. Я там заказала новиночки. Обязательно нужно будет отснять вам видео и показать. Это, наверное, уже будет следующее видео. Не знаю, вот сегодня среда. А, нет, сегодня четверг. Да, сегодня четверг. Сегодня заказики пришли. Я не знаю, наверное, вот этот влог постараюсь сегодня вечером выложить, чтобы в субботу выложить заказ Фаберлик. Я так думаю. Ну все, мои дорогие, продолжайте смотреть мой влог. Ну что, мои дорогие, наверное, в этом влоге я вам покажу свой небольшой заказик из моего любимого Василька. Быстро сейчас пробегусь. Так, самое первое хочу сейчас посмотреть. Хочу постелить на диванчик. Покрывало плюш-велюр. Называется «Звезды». Серый серебро. Очень красивое оно должно быть. 200 на 240 я заказывала. И стоило покрывало 1067 рублей. Там, чем больше размер, тем оно немного дороже, конечно. Есть совсем маленькие пледики, а есть прям вообще огромные. Там 300 на 200, что-то такое. Вот посмотрите, вот так вот упаковано. Здесь все написано. Я сейчас быстро постелю это покрывало и покажу, как же оно выглядит. Вот посмотрите, как выглядит плед. Он очень красивый. И посмотрите, как звезды блестят, да? Вообще супер. Он невероятно мягкий. С одной стороны, он вот такой вот простой, матовый, но здесь ворс подлиннее. А с другой стороны, он такой блестящий, мягкий. И звезды серебристые переливаются. Видно, да? Еще хотела вам показать вот такую пачку детские подгузники-трусики. Называются Пиккол. Классик. Это японское производство. Недавно мы начали пользоваться. Кристина, я имею в виду, такими подгузничками-трусиками. Вы знаете, очень даже вообще классные. Понравились. Они мягкие. Голубенькая полоска. Вот, видите, внутри очень хорошо впитывают. А внутри, самое главное, вот эта вот подстилочка остается сухой. Кстати говоря, у Анютки тоже подсмотрела. Она Алиночке тоже брала такие. Для детей 9-18 килограмм. Кристиночка наша сейчас весит ровно 10 килограмм. Вот, максимальная впитываемость. Распределительный слой. Тянущийся пояс. Все правда. Вот так они выглядят. Классные трусики-подгузники. Мне очень понравились. И еще здесь лежали салфеточки в подарок. Кристина, дай-ка мне салфеточки. Я такие салфетки, если честно, в первый раз вижу. Они такие плотные-плотные. Классные. С первых дней жизни. Детские влажные салфетки. 0+. Тоже японское производство. Фирма Пикул. Классные. Я, наверное, знаете, магазин не оставлю. Вот такие подгузнички-трусики в аптеках продаются. Я аккаунт на Инстаграм оставлю. Можно будет там заказать, узнать все, что нужно. Вот. Хотела еще вот это вам показать и забыла уже сколько дней. Прям мне очень понравились. А плед, конечно, очень классный. Размер 240 на 200. Вообще. Такой красивый. Там есть разные. В Васильке огромный выбор. Проходите, заказывайте. Он такой мягкий, девчонки. Вообще. Классный. Вот эти звездочки, они держатся хорошо. Когда стираешь, не отлетают. Следующее, что я заказала, это был для Крестюшеньки комплект для девочек. Костюмчик. Бежево-коричневый. На 86 рост заказала и на 80. Они одинаковые. Очень красиво выглядело. Поэтому я не знала, какой из размеров выбрать. И хорошо, что два заказала. Потому что на рост 80, прям сейчас ей как раз мы померили. Обязательно покажу. Они получаются маломерят, потому что у Крестюшки рост, будь здорово, 74 сантиметра. Каждый костюмчик стоил 594 рубля. Это теплый костюм. Уже на осень я подготовилась. Вот видите, вот такой костюмчик симпатичный. Здесь все затягивается. Здесь кнопочки. Это фирма Бонита. Вот я сейчас вам показываю на 80. Вот этот костюмчик, вот с такими штанишками, Крестюшки сейчас прям как раз. Поэтому если будете заказывать, заказывайте, получается, на размер больше. И второй костюмчик вот таким образом выглядит. Я его не стала распаковывать. Вот на 86 сантиметров. Я думаю, что это на весну ей подойдет. А пока будем вот этот маленький носить. Вот так все упаковано интересно. Сейчас вот на Крестюшке как раз вот этот маленький костюмчик, который на 80. Нам как раз, хотя у нас рост намерили 74 сантиметра. Вот когда мы ходили 11 числа. Ровно 10 килограмм Крестюшка весит. Еще что для Крестюшеньки заказала. Вот такие маечки с трусиками. Это комплектики майка и трусы для девочки. Так, на 3 года заказала, на 2 года. Но они по качеству одинаковые. По 240 рублей. Тоже фирма Бонита Китс. Вот, посмотрите. Вот такие трусики очень симпатичные. Сшито все очень аккуратно. Все ровненько, швы ровненькие. Вот этот малиновый костюмчик на 2 года. Вот, трусики, маечка. Еще вот такой комплектик, посмотрите. Вот такой комплект. Трусики и маечка. Это уже на 3 года. Но вы знаете, я большой разницы не увидела. Вот они одинаковые. Что на 3 года, что на 2 года. Поэтому, если будете заказывать, как-то можно не обращать внимания, потому что размер одинаковый. Вот я даже сейчас вот приложу. Мне кажется, смотрите, написано на 3 года, а маечка-то меньше. Посмотрите. На полсантиметра маечка меньше. Хотя написано на 3 года. Поэтому, когда будете заказывать, в принципе, не обращайте внимания на это. И смотрите, и трусики тоже. А трусики вот одинаковые. Так что, в принципе, мне кажется, сейчас, если на Кристиночку вот это вот все надеть, это будет нормально. Еще вот такой костюмчик серенький. С зайчиком. Очень симпатично. Это вот на 3 года написано. Бонита Китс. Материал очень приятный. И вот персиковый комплект. Такой же. Вот. Это вот на 2 года. Вот такие красивенькие комплекты. Там стоят по 240 рублей. Можете заказывать. Качество обалденное. Следующее, что я заказала для своей Кристюшеньки. Смотрите, джемпер для девочки. Сладкая подружка называется. На 2 года. 314 рублей. Но посмотрите, джемпер-то не на 2 года, а на все 3 года. Он такой прям большой. Это уже фирма Веселый Супер Далматинец. Вот так все это выглядит. Здесь кармашек. Материал очень-очень мягкий такой. Внутри нет начосика. Это просто такой плотный-плотный трикотаж, я так думаю. Ну, 100% хлопок, конечно. Классный джемпер. Мне очень понравился. Но это вот ну, на года 3 это точно. Большемерит. И еще заказала для дочки вот такие носочки. Обычные хлопковые. Фирма Моран. Детские носки. На 1-3 года. 1 носочек стоит 39 рублей. А в этом комплекте 5 пар. 195 рублей. Они такие обычные, коротенькие, симпатичные носки. Следующее, что я заказала, как обычно, простыня трикотажная на резинке. Я заказывала оттенок бежевый, но мне написали и сказали, что бежевого цвета, к сожалению, нет. Поменяйте. Размер 160 на 200 и на 20 стоило 549 рублей. И я поменяла вот на такой красивый оттенок. На белый оттенок со звездами. Я очень люблю такие простыни. Они такие мягкие, уютные. Вот так выглядит простынь. На самом деле безумно мягкий материал. Резинка по всему периметру. Все очень аккуратно сшито. Я обожаю такие простыни. Вот таким образом выглядит простынь на резинке трикотажная. Очень мягкая. Специально выбрала без молнии. И стоил этот комплект 2354 рубля. Вот так выглядит. Сейчас я разверну и покажу вам поближе. И этот постельный комплект я сейчас постираю, а потом, может быть, вам покажу, как будет. он выглядит уже на кровати. Вот такая простынь. Материал очень мягкий, приятный сатин. Это российский сатин. А пододеяльник уже идет двухцветный. Посмотрите, с одной стороны тоже вот такой материал, а с другой стороны уже вот так вот выглядит. Очень красиво, так прям мягко. Посмотрите, мои дорогие, я постелила пододеяльник. называется это постельное белье ловцы снов 3. Я, по-моему, уже говорила, да? Или нет? Не помню. Посмотрите, как красиво выглядит. И это постельное белье не глаженное. Оно практически не мнется, девочки. Вот если поплин, он хорошо, прям вот видно, да, что его постирали, а вот сатин, он такой гладенький остается. Посмотрите, я вот на своей маленькой подушке, одна подушка из гречневой лузги, тоже из василька, а вторая обычная. Я для них нашла очень похожие наволочки. Вот, посмотрите, простынь и наволочки. Они практически одинаковые. Для мужа заказала шорты уже повторно, только в прошлый раз я заказывала в 54 размере, а в этот раз в 52 размере 526 рублей шортики стоят. Они ему очень понравились, вот с такой вот надписью. Он сказал, что они очень крутые, суперские, в общем, ему понравились и они очень хорошо тянутся, поэтому он сказал, что можно 52 размер заказать. Здесь вот кармашки с обоих сторон, резинка такая широкая, вот, он в них ходит дома, вот в этих шортиках, ему очень нравятся, они такие мягкие, мягкие, тоненькие, вот 52 размер, поэтому, да, еще раз повторила, хорошие шортики, вот домашний вариант. В принципе, у сына тоже такие шорты, но у него тоже 54 размер, они ему, знаете, висят как балахон на нем, но он и на улицу в них ходит, в принципе, ничего страшного. А, я еще заказала для Гулечки, для своей сестренки, так, вот такой коврик махровой ножки, Туркменистан, так, черный оттенок она попросила, 50 на 70, 188 рублей, сейчас я разверну, покажу вам. Вот, посмотрите, мои дорогие, коврик махровый, они очень классные, а цена безумно приятная, поэтому я всем, по-моему, уже подарила вот такие коврики, всем своим родственникам, Гули, кстати, тоже дарила, но у нее, по-моему, темно-синий был, а сейчас вот она черненький попросила, конечно же, я ей заказала. Ну все, мои дорогие, по-моему, я вам все показала, обязательно в инфобоксе оставлю ссылку на интернет-магазин Любимый Василек, оставлю на соцсети, поэтому смотрите, заходите, заказывайте, там можно заказать постельное белье по своим параметрам, по своим размерам, очень довольна своим заказом, вы тоже проходите и заказывайте. А сейчас идемте готовить вкусные голубцы. Сейчас вот раздеваю капусту, некоторые листочки прям сильно отварила, варила вот в этой кастрюле. Неудачная такая капуста попалась, какая-то непонятная, вроде бы и этого года, но уже такая жестковатая. Потом выберу, конечно, какие листочки хорошо подойдут, какие не подойдут. Вот это тоже вот не очень. Вот эти вот хорошенькие листочки. В общем, потом выберу и накручу. Сколько получится голубчиков, столько и получится. Уже все практически готово. Я вот здесь вот листочки подготовила. Не знаю, какие голубцы получатся, но вот капуста немного, конечно, неудачная получилась. Посмотрим, что я здесь накручу. Здесь у меня фарш смешанный. Я лучок через терку натерла. Добавляю, значит, черный молотый перец. Я этот перец сама молола. Добавляю соль по вкусу. И у меня здесь рис. Тоже добавляю. И все останется перемешать. В принципе, начинка готова. Ну что, мои дорогие, накрутила я голубцов. Страшненькие, конечно, но должны быть вкусненькие. И у меня фарш остался. Сделала один ежик. Я здесь поджарила сначала лук до золотистого цвета, а потом морковочку поджарила. Сейчас прямо вот на эту поджарку я выложу голубцы и буду заливать их своим фирменным соусом. Ну, как фирменным, да, вы знаете. Сметана, кетчуп. Сначала выкладываю большие голубчики. Вот так вот. Хорошо, что в кастрюле решила готовить, потому что хотела в сотейнике. Они бы точно не поместились. Голубцы. Вот так вот. Так, ежик, наверное. Не, ежик тоже положу. Для соуса взяла вот такое количество сметаны. Это у меня сметана, жирненькая, 25%. Девочки у меня спрашивают, Эля, какой ты томатный соус, кетчуп, да, используешь для своего соуса, для своей заливки? Я вот такой кетчуп использую. Обычные томатные натуральные специи. Махеев. Хайнс я не люблю, потому что кто-то спрашивал, а почему хайнс не используешь? Потому что мне кажется, что он слишком кислый, что ли, или там уксуса много. А вот этот кетчуп, он вкусненький такой. Можно сказать, даже сладенький. Так, смотрите, сметана, кетчуп. Немного подсаливаю. По вкусу, конечно. Добавляю черный молотый перец. Можно добавить любимые специи ваши. И сюда наливаю водички. Немного водички налью. И хорошенечко размешаю, чтобы комочков не осталось. Чтобы все однородным стало. Лучше это делать венчиком. Доливаю воды побольше. И вот этой смесью буду заливать свои голубчики. Получится очень вкусно. Вот так вот. Все. Накрываю крышкой. И пусть голубцы тушатся. Минут 30-40. Ну все, мои дорогие. 40 минут прошли. Голубцы готовы. Пахнет, мои дорогие, очень вкусно. Даже ежик не развалился. Посмотрите. Я сюда яйца, кстати, не добавляла. Ежик целенький. Ну что. Выключаю огонь. И сейчас мы будем все вместе ужинать. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Обязательно пишите мне комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok